Здравствуйте! С вами Марина Романюк. О главных темах вторника поговорим в ближайшие 15 минут. Смотрите в выпуске. Новая жизнь торгового городка. Подрядчики приоткрывают завесы тайны. Парковая ревизия. Павел Молков неожиданно нагрянул в московский район, где идет масштабный ремонт дворов и скверов. Настоящий зверь. Попытка двойного убийства и изнасилование буквально с подорожившими. Торговый городок для современной Рязани, пожалуй, одно из самых важных мест. Комплекс зданий появился еще в далеком 55-м. Его представляли как рязанскую ВДНХ. Позже выставку переименовали как раз в торговый городок. Со временем место стало приходить в упадок. Однако работы там закипели вновь. Что будет теперь на этом месте, знает Валерий Седов. Торговый городок для рязанцев место знаковое. По крайней мере таковым когда-то было. Долгое время площадка оставалась заброшенной. Судьба ее была не определена. Ситуацию с мертвой точки сдвинули активисты. Убрали мусор, скосили сорняки, покрасили бордюры. В 19-м здесь и вовсе прошел форум древних городов. Торговый стал одной из площадок. В 20-м году власти решили твердо. Восстанавливаем. Спустя год закипела работа. За возрождением торгового городка следит Центр развития креативных индустрий. Он же взял на себя функцию управляющей компании. Главной целью мы ставили для себя восстановить конструктив здания, максимально восстановить его исторический облик, восстановить утраченные элементы декора и экстерьера. И, конечно же, привести все к единообразию. Конечно, мы отталкивались от данных, которые мы получили из архивов. Благодарим тех экспертов, которые подготовили историческую справку. И, конечно же, для проекта был разработан колористический паспорт для тех павильонов, которые мы восстанавливаем. Также мы этой информацией делимся и с владельцами частных павильонов. Торговый городок не просто восстанавливают, его револоризируют. То есть пространство получит новую роль и новые смыслы. Бояться не стоит, заверяют в Центре развития креативных индустрий. В более чем 20 павильонах найдут свое место рязанские бренды, которые и представят регион туристам. В кофейнях и ресторанах будут предлагать преимущественно местные блюда, адаптированные под современность. Здесь же обустроят ремесленные мастерские и палатки сувенирной продукции. В данный момент свободно два инвеслота. Павильон номер 13, крахмалопаточная промышленность и павильон номер 23. Павильон номер 23 имеет большую площадь и подходит для размещения ресторанов, помещения свободного пользования, как каворкинг, библиотечная зона, так и для выставочного пространства. Чтобы занять павильон, нужно пройти инвестиционный отбор. Подробности есть на сайте Центра развития креативных индустрий. Можно выступить как инвесторам, так и резидентам. Первые комплексно восстанавливают павильон снаружи и внутри, вплоть до заведения бизнеса. Резидент же проводит только внутренние работы. За внешние отвечает Центр развития креативных индустрий. Несмотря на все обновления, павильоны сохранят исторические названия. Только получат новый функционал. Миссия Центра – создать в торговом городке так называемый портал в культурную и историческую идентичность Рязанского края. Следует отметить, что восстановление торгового городка состоит из двух очередей. Как раз таки в этом году мы заканчиваем с первой. Это главная аллея и павильоны, которые находятся в ней. И вторая очередь – это правая боковая аллея, которая будет восстанавливаться в следующем году. То есть это также и благоустройство, и восстановление двухэтажного павильона номер 19 совхоза. Несмотря на то, что полностью работы в торговом городке обещают завершить только в 2023 году, откроется он уже в текущем. Рязанцы и гости города смогут прогуляться по обновленным аллеям, посидеть у фонтана и зайти в местные кафе. Названия самого торгового городка менять не будут. Уж больно привычно оно для горожан. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Кто, как не жители, которые проводят здесь свое время, могут знать, где и что должно быть расположено, на что надо обратить внимание, где территорию дополнительно благоустроить, где озеленение. Конечно, в первую очередь мы должны ориентироваться на мнение жителей. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков высказался о принципах благоустройства в спальных районах города. Руководители региона вместе с мэром осмотрели московский район. Парк Белякова на улице Забайкальской стал широко известен в городе благодаря проекту благоустройства. Сюда Павел Малков и поехал в первую очередь. Широкие асфальтовые дорожки уже проложены по всей территории парка. Заменены фонари, готовы места под скамейки, которые установят здесь в ближайшее время. Между тем, от внимательного взгляда руководителей региона не уходят детали. После осмотра он дал ряд поручений. Территория парка позволяет обустроить здесь детские площадки. Огороженную колючей проволокой под ведомственную территорию водоканала нужно оградить иным способом. Колючей проволоки все же в парке не место. Вопрос вызвал и бетонный забор, который вот-вот рухнет. Часть жителей говорит, это наша память. Память она пусть остается, но чтобы они не упали. Здесь еще раз, не стоит вопрос о замене, тем более, если это какое-то для кого-то историческое память. Но укрепиться надо, если это упадет. Далее осмотр ряда дворов, где прямо сейчас идет масштабная реконструкция, например, улицы Дублера, Московского шоссе и улицы Новаторов. На место приехала генеральный директор ОАО «Автодор» Юлия Шушпанникова. Она и пообещала Павлу Малкову, что к 20 августа движение на участке пойдет в обычном режиме. А помимо проезжей части отремонтируют асфальт, сделают дороги к подъездам, заменят освещение. Дороги, пешеходные переходы, тротуары, освещение. Когда мы это полностью все доделаем? Полностью доделаем к 5 сентября. К 5 сентября здесь уже не останется ни одного рабочего, все будет сдано. Как нам транслил подрядчик, совершенно точно, 5 сентября, раз я вам это обещаю, соответственно, лично контроль беру, и 5 сентября все работы будут выполнены. На этой точке в Рио заговорил о новом для нашего города решении по благоустройству. Мы договорились. Там, к сожалению, сейчас уже перепроектировать поздно. Это, во-первых, не такое дешевое удовольствие, а во-вторых, когда уже работы идут полным ходом, когда они будут сдаваться в течение двух недель, сейчас переделывать, убирать провода под землю, ну, уже просто сложно и нецелесообразно. Но мы договорились, что там, где речь идет о комплексной реконструкции, когда и тротуары, и бордюры, и дороги, и освещение, ну, очевидно, что здесь надо сразу же провода убирать под землю. Такой стандарт качества должен быть. Поэтому где-то мы будем заниматься этим целенаправленно, по центральному улицу, в первую очередь, а где-то там, где идет комплексная реконструкция, будем просто это закладывать в проекте. Во всю идут работы по благоустройству общественного пространства на бульваре Победы. Памятник Хачкар – знак российско-армянской дружбы реконструируется. Возле камня уже обустроили детскую площадку, сейчас укладывают брусчатку, следующий этап озеленения. Здесь Павел Молков поднимает еще один острый для города вопрос. Очевидно, что везде нам нужно так серьезно внедрять системы видеонаблюдения. Причем, чтобы они не просто на столбах висели и непонятно, куда транслировали сигналы, а чтобы к ним имел доступ всегда сотрудник МВД ответственный и мог принять какие-то меры оперативного реагирования, вызвать группу, если видят, что идет какое-то правонарушение. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что сейчас достаточно большие, хорошие прайки по благоустройству, мы часто сталкиваемся со случаями вандализма. Мне вот очень сложно это понять, когда создают что-то новое, хорошее, просили, интересно, зачем это ломать. Но, тем не менее, такие факты есть. Поэтому видеонаблюдение, конечно же, будем серьезно называть. Не остался без внимания Молкова участок Московского района, который много лет является камнем преткновения для автомобилистов. Мы встречались с Олегом Валентиновичем Белозеровым, уже даже не один раз руководителем РЖД. Проговорили ряд проектов, направление работы. Есть и социальные проекты, есть проекты общественные, а есть проекты конкретные по инфраструктуре. И один из вопросов, который я сразу поднял на первой же встрече, это путепровод на Московском шоссе. Очевидно, что проезд по ним надо расширять. Проект очень непростой, очень ресурсоемкий, очень сложный именно в организации работать, потому что там огромное движение, большое количество коммуникаций. И все это требует такого очень частичного взвешенного подхода к проектированию. Но в любом случае делать это надо. Мы договорились о том, что проекты этого могут быть. И сейчас начинаем первые подходы к проектированию. Поэтому я уверен, что расширить дорогу в этом месте нам скоро удастся. Я же сам там много раз приезжал, видел, что там происходит. Работами в районе в Рио губернатор остался удовлетворен. Отметил, что благоустройство ведется в срок. А если сроки и сдвигаются, то по объективным причинам, например, из-за дополнительных, не обозначенных проектом работ. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Полицейские раскрыли очередное резонансное дело. Буквально два дня назад в рабочем поселке Шилово произошло жестокое изнасилование. Кроме того, ножевые ранения получили юноша и девушка. По тревоге были подняты все силы. И сегодня этот мужчина со звериными повадками арестован. Подробности далее. Одиноко сидящий мужчина на фото, предположительно преступник, который уже набрал себе целый ворох статей Уголовного кодекса. Здесь и изнасилование, и попытка убийства, причем двойного. А произошло все до пугающего банально. Следователи выяснили, что 7 августа в Шилово мужчина заметил компанию отдыхающих ребят, парня и двух девушек. Одна из которых ему, дескать, приглянулась. Причем ему оказалось настолько невмоготу, что ради своего преступления мужчина пошел на крайние меры. С целью облегчить совершение данного преступления, мужчина внезапно нанес несколько ударов на жоп 17-летнему молодому человеку и 21-летней девушке, которые находились вместе с потерпевшей. Несмотря на причиненные телесные повреждения, девушке и молодому человеку удалось убежать и обратиться за помощью. Впоследствии они с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. С 15-летней девушкой нападавший остался один на один. И теперь его уже ничего не останавливало. В отчете следователей говорится, что он совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся с места происшествия. Вот только долго прятаться не получилось. Его задержали через пару дней. Подозреваемым оказался 36-летний столичный житель. Рецидивист, ранее уже отсидевший за изнасилование и грабеж. Признательные показания он уже дал. По данному факту, первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации Президентской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом А и К, частью 2 статьи 105, а также пунктом А, частью 3 статьи 131 и пунктом А, частью 3 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по совокупности всех статей – пожизненное заключение. Сейчас по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Институт медиации грамотного решения конфликта набирает обороты. Теперь в регионе появились профессиональные медиаторы, профиль которых – решение конфликта в семье, особенно касающихся прав детей. Об этом в библиотеке имени Горького на подписание специального соглашения с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи говорили детские омбудсмены Анжелика Евдокимова и представители центра. Большинство обращений к уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области касается семейных отношений, вернее, уже бывших семейных отношений. Нередко бывшие супруги становятся врагами, а страдают от этого дети. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда я общаюсь с родителями, пытаюсь с ними как-то разговаривать и донести до них, что от их действий в конечном итоге страдают их дети, страдает их психическое и физическое здоровье. Но порой очень сложно до них достучаться, донести вот эту, казалось бы, простую истину. И вот здесь уже необходимо в таких ситуациях включение специалистов. Все это натолкнуло нас на мысль, что необходимо создать в регионе службу семейной медиации. В такую службу родители могут обратиться и получить бесплатную помощь в вопросах, связанных с детьми. Уже состоялась встреча с Центром семьи и детства и с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, итогом которой стало подписание соглашения. На базе центров помощь будут оказывать профессиональные медиаторы. Это механизм привлечения третьего лица, который не занимает ничью сторону, ни сторону одной стороны, ни сторону мамы, отца, а именно разрешает конфликт и пытается разрешить конфликт без вовлечения своего психологического внутрь этой ситуации. Это достаточно сложно, этому нужно учиться. Обучение длительное. В нашем центре были обучены два специалиста. Обучение проходили в Центре медиации в городе Москве. Чтобы получить помощь, обратиться можно по телефону в Центре семьи и детства, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи или к уполномоченному по правам ребенка по региону. Рязанские аграрии на сегодня преодолели психологическую отметку в миллион тонн зерна. Самая высокая урожайность в Сараевском, Александрневском, Ряжском, Сапожковском и Милославском районах. Об этом сегодня на правительстве заявил Павел Молков. И тут же поручил Минсельхозу тщательнее прислушиваться к просьбам от руководителей сельхозпредприятий. Ну а дальше Павел Молков прошелся по резонансным темам. Рязань бьет рекорды. Аграрные. Уборочная кампания в области в самом разгаре молотит уже везде и вовсю. На сегодня это уже миллион двести пятьдесят тысяч зерновых. Лидеры Сасовский и Александроневский районы. Каждый уже взял планку в сто тысяч тонн. Тоже очень здорово. И урожайность зерновых у нас сейчас больше сорока шести центнеров с гектар. Это на тринадцать с половиной центнеров с гектар больше, чем в прошлом году. Самая высокая урожайность у нас в хозяйствах Сараевского, Александроневского, Ряжского, Сапожковского и Милославского районов области. Я знаю, что в некоторых хозяйствах есть цифры даже и по шестьдесят центнеров с гектар. Это все очень здорово. На этом приятные новости закончились. Начались будни. В Скопинском районе продолжают ремонтировать дороги. Самый убитый участок трассы Рязань-Пронск-Скопин обещают полностью заменить к октябрю. К Милославке капитально дорогу отремонтируют только в следующем году. А вот в Касимове к реконструкции полотна на улице Советская пока даже не приступали. Ждут 15 августа. Стоимость работы в текущих ценах составляет 212 миллионов 725 тысяч 80 рублей. И как только Минтранса объявит конкурсный отбор муниципальных образований на предоставление субсидий за областного бюджета, мы готовы принимать участие. Электроснабжение в районах – тема для отдельного разговора. Жалоб на подачу света от жителей Павла Молкова все больше. Главная беда здесь – изношенность линий и опор. Причем на отключение сетуют и руководители сельхозпредприятий. И с этим надо срочно что-то решать. Нам надо как-то системно решать проблемы с электроснабжением. Договорились с Россетями, что сейчас они проводят инвентаризацию вообще всех электрических сетей в регионе до конца года. Коллег за эту работу хочу поблагодарить. Это уже будет основа для дальнейшей системной работы. Поможет понять, где, в чьей собственности каждый конкретный участок электросетевого хозяйства. Ну и дальше всем этим уже более продуманно управлять. С позитива начали правительство, позитивом и закончили. На сегодняшний день профицит рязанского бюджета, а это превышение доходов над расходами – 3 миллиарда 800 миллионов. И пусть вторая половина финансового года по прогнозам будет не такой яркой, в региональном Минфине ожидает снижение поступлений. Но того, что есть даже сейчас, должно хватить с лихвой. На этом у меня все новости. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова